Всем здравствуйте! В эфире швейный Стивен Спилберг, Инфанта Сосалия и ее швейный фильм ужасов Пиджак для самой себя, который я пыталась шить, а потом забросила и он провисел в шкафу почти два года Серия Адский недошив Мне написали на прошлый видеоролик очень много комментариев и спасибо вам за это большое Неожиданно мне оказались очень приятные и мой пиджак даже никто не опустил Даже тем, кому не понравилась вот эта вот история Драна, они тоже написали в принципе прикольный комментарий Спасибо, ребята! Меня очень порадовал комментарий, что типа круто было бы к этому жакету сшить, не сшить, а берет добавить К шифоновому платью добавить берет Я подумала, блин, это очень крутая идея И я могу сделать из остатков ткани, которая осталась вот с этого фашива Я могу сделать себе кеппи, восьмиклинку, борзяночку такую, как в острых козырьках И мне кажется, это будет вообще очень круто Представляете, шифоновое платье, вот такой вот жакет У меня сапоги, эти Ральф Лорен И вот эта вот восьмиклиночка, босоточка Боже, борзяночка Это будет просто шедеврально Так, и еще Как вы узнали, что я ходила к Сычевой? Или я уже говорила об этом? Ну, в общем, не важно Вы как-то узнали И я хочу рассказать про этот курс, который я прошла в студии модного кроя Конструирования по Мюллеру Что я думаю теперь? Что, в принципе, можно выкидывать все шмотки, которые у меня были сшиты И кроить по-новому Очень мне понравилось обучение у Ирины Александровны Сычевой Я вообще считаю, что этот человек один из тех, кто поменял мое отношение к жизни вообще полностью После курса я сходила, подстриглась, делала себе вот корешку такую строгую во французском стиле Я убралась дома Я выкинула все старые чертежи, вообще все У меня куча места освободилась Я все разложила, распределила, подписала Папочки, файлики, все у меня теперь в порядке И также после вот этого курса я решила полностью расхламиться И теперь хожу и ищу, чтобы мне расхламить Ага, вот книжки, которые я уже два года не читаю, которые я купила Так, все, продаю на Авито В общем, студия модного кроя, она полностью перекроила мое отношение к жизни Мне теперь хочется иметь меньше барахла, быть более свободной Как-то более легкой, что ли Вот такая вот история Плюс ко всему еще я устроилась с продавщицей в магазин тканей Пока у меня испытательный срок И мне очень нравится эта работа, потому что я работаю с тканями И у меня один из лучших товароведов России И она очень как бы натаскивает меня в области того, как разбираться в тканях Как определять их состав, если у тебя есть только ткань и зажигалка Причем даже определять процентное соотношение и так далее Я работаю исключительно с итальянскими тканями теперь Побочным эффектом работы с итальянскими тканями является то, что Шить из неитальянских больше вообще не хочется У нас ведь у единственной страны в мире есть доступ просто за копейки к итальянским тканям У нас можно взять пьяченца, морпиано, аньона Вот это все купить просто за три копейки Ну, на самом деле так, потому что в Европе вы не найдете таких ценных итальянских тканей Можно... Да там вообще вы не найдете итальянские ткани, потому что там запрещено ими торговать И можно взять вот эту всю красоту и отнести к портнихе И она вам по мюллеру построит вашу лучшую выкройку, лучшую базовую основу И что угодно с нее моделирует Хоть пальто, хоть куртку, хоть что угодно И можно выглядеть реально как с обложки Не заплатив за это по полмиллиона Как на сайте того же ЦУМа за пальто от этого Коломбо Вот, хотя качество будет намного лучше, чем даже по шифу итальянской портнихи Потому что все-таки наши девочки реально круто шьют В общем, какая-то одна сплошная энергия изобилия вокруг меня Но нам нужно вернуться к пиджаку О! Я же хотела вас познакомить с Карлом Смотрите Так, девки в сторону Не все, мужика Вот он Ой Та-дам! Смотрите, это Карл Карл у него вообще-то 52-й Нет, даже 54-й размер Вот он какой красивый Посмотрите Видно там что-то? Ой, супер Вот смотрите, Карл Он такой очень большой, красивый Такой фигуристый У него накачанная грудь У него тут это Вот такая пипка здесь Видите? У него здесь нету пипки Зато наверху есть за что подержаться Это очень хорошо придумано, да? Снизу нету, зато наверху есть Так сказать, хоть где-то она у него есть Эта фипка Вот, у него Не знаю, видно У него тут такая попка Такая вкусная Эротическая И он крутится У него есть там юбочка И он где-то так делает Хоба! Хоба! Карла отправляем Курить бамбук Надеваем на него пиджак И он отваливает Возвращаемся к нашему пиджаку Хотела рассказать про шлицу Были у меня комментарии Что нужно было сделать ВТО И посильнее оттянуть там к пройме И туда, и сюда Ну, короче, нормально сделать ВТО Я нормально сделала ВТО Но шлица собака все равно скакала И я поняла свою ошибку И хочу поделиться с вами Потому что вдруг у вас в жизни Возникнет такая же Но может кто-то и знает А может кто-то и не знает Поэтому я расскажу Что я поняла из этой истории В общем, у меня шлица Поднималась вот так Вот прям вот так И я думала, что это недостаток Какой-то длины спинки Потому что у меня фигура сутулая И я думала Ну может это потому Что вот она отсюда поднимается Я сделала оттяжку И даже на манекене Она все равно продолжила подниматься И я поняла Почему эта фигня произошла По конструированию мы знаем Что прибавка по талии Она не может быть меньше Прибавки по груди Если сделать ее меньше Или, например, клиентка говорит Ой, заустьте мне в области талии Еще вы мне талию убрали Это, в общем-то, не очень правильно Потому что будет возникать Вот такой вот дефект Если говорить нормальным умным языком Если у меня пиджак Вот сейчас как к манекену прикол Он лежит прямо в облипку к талии Между изделием и талией Нет воздуха Оно как корсет получается А пиджак изделие плечевое И он не должен быть Вот таким обуженным в талии А мне почему-то на тот момент Эта информация как-то Не пришла в голову И поэтому получилось Что у тела Вот здесь такая вот Выпуклая поверхность И поэтому вот эта длина Опорной поверхности Она больше, чем длина Вот этой поверхности в ткани И поэтому, когда пиджак Ложится на попку В обуженном состоянии талии То вот этой длины Вот этой именно Не хватает То есть фактически Мне нужно было оттягивать Именно ее На ВТО То есть тянуть вот эту часть И вот эту сутюживать Кроме того У меня, видимо, неправильно Разнесен объем в бедрах Но если бы я Сделала здесь больше Прибавку по талии У меня как бы Вот к этой опорной поверхности Она бы не прилипала И был бы воздух И моей ткани Не надо было делать Вот такое вот Большое огибание И она бы Не тянула шлицу вверх Тогда Короче Пиджак слишком сильно Заужен в талии Нету достаточной Свободы Как прибавку Нету достаточной Прибавки на свободное Облегание в талии Поэтому шлице не хватает Вот этой длины по косой И она подпрыгивает Я решила эту проблему Вот как раз таки Тем методом Что я приколола Вот здесь вот Все вот эти штучки Булавочки Приколола вот эту хреновину Очень хитрую приблуду Тряпочка Скрепочка И чуть-чуть водички Чтобы она оттягивала шлицу вниз И просто повесила вниз И в общем-то это место Под действием влаги Я забрызгала И оно само по себе Вот так вот оттянулось И шлица теперь не топорщится Далее я скорее всего Буду еще Ну делать финальную ВТО Этой зоной И шлица ляжет еще лучше Ну и конечно Вот тут я сутюживала Эти места Чтобы перевести объем сюда Ну вот как у меня получилось Ну теперь главная моя проблема решена Шлица вроде не сильно торчит И можно двигаться дальше Я взяла втихую Скрыв от вас все свои ухищрения Поставила уже подкладку на спинку И закрыла шлицу Получилось у меня очень аккуратно Но я еще Вот смотрите Видите как аккуратненько все Видно да Ну я еще ничего не сметывала Не выметывала И не закрепляла Вот шлица в сыром виде Как она есть Теперь мы займемся Настоящими проблемами Передней половинкой Полочкой Сделала небольшое ВТО Сформировала себе грудь Какую-никакую Ну чтобы не имплантики Как бы ставить Да за 200 тысяч А вот в пиджачке Как бы чтобы Как будто бы была она хотя бы Вот Ну в принципе норм получилось Но сейчас покажу вам Интересную штуку Заказала на лайфмастер У хорошего профессионала Вот такую колодку Которая повторяет Каплевидный как раз Имплантик наш Да Который О котором мы все Сейчас мечтаем дружно Которые Удивительнейшим образом Ушли из России Вот кладешь его сюда Вот так на нее Вот он лежит И вот так вот Прямо утюжим грудь Ну вот пожалуйста Получается очень красивая грудь Даже на видео показывает Что очень красиво получается Во Отлично Уже интересно да Что получится в итоге Получится наверняка Какая нить хрень Но даже если Это будет хрень То всегда В таком изделии Можно сказать Что это Вы дураки Ничего не понимаете Это моя Дизайнерская Как бы композиция Здесь не просто Борт перекошен А он перекошен В согласовании Я не знаю Там с ретроградным Меркурием И если долго Смотреть на Борт этого Пиджака Кривой То Ваша Шишковидная Железа Начнет Вибрировать В порядке Божественного Откровения Какой план У меня дальше Дальше Я Вырезала Четыре Вот таких Полоски Из Дублерина Очень тонкого Потому что Надо конечно Потолще Но потолще У меня не было Поэтому я Просто приклею Две Но чтобы Получался Как бы Разнослой Ну сейчас покажу Приклею Значит Просто По краю Борта Прикрепив Эту Бортовку К припуску Вот И потом Уже Наверное Буду Осноравливать Да Уже Как бы Ровно Два Края Борта Не получится Мне сделать Потому что Надо было Раньше Я заметила Что Из этой Бортовки Лезет Конский Волос На видео Это будет Не видно Но он Отсюда Вылезает И Может Прокалывать Кожу Если Особенно Я Собираюсь Носить На шифоновое Платье Поэтому Для того Чтобы Такого Не было Умные Люди Ставят Усилитель Бортовки Такой Материал Другие Умные Люди Ставят Комфорт Он Так и Называется Комфорт Он Продается В Специализированных Магазинах С фурнитурой Для мужских Костюмов И В общем-то Этот Комфорт Это Тонкий Ватин Но Так как Ватина У меня Дома Не оказалась Оказывается Я весь Уэстратила То В принципе Пошла По совету Своего Педагога Купила Тряпку Для Пола Вот Такую Все знают Что это Ветошь У меня Очень Гламурная С люрексом И я Ее Чисто На глазок Вырезала И мне Нужно Теперь Ее Вот сюда Вот Пришить А потом Из Подмышки Вырезать И она Будет Входить В шов Притачивания Рукава Обязательно Эта Штука Должна Перекрывать Не Входит В плечевой Шов Вот Он У меня Но Перекрывает Всю Вот Эту Котовасию Ну Здесь Можно Чуть И Убавить Конечно И Кругленькая Должна Быть Вот Такая Во Даже Можно Еще Поуже Сделать Во Вот Такая Вот Штучка Должна Получиться И мне Ее Нужно Теперь Пристегать Сюда Но Очень Быстро Очень Быстро Главное Подойти Близко Краю И Вот По Периметру Ее Как Бы Закрепить Сейчас Вторую Осноровлю По Первой И Сейчас Быстренько Пристегаю Чтобы Не Мять Сиськи Естественно Все Что Пристегивается К Пиджаку Оно Должно Быть Пристегано В Положении Когда Вот Эта Короче Хрень Лежит Вот Так Ну Хрень В смысле Пиджак Когда Вот Эту Хрень Пристегиваешь Не Захватить Сам Пиджак То Есть Важно Делать Только Забортовку Вот Вот Так Закрепляем Здесь Как Говорится Хуяк Хуяк И в Продакшен Вообще Вот Этой Техникой Которой Я Займусь Можно Делать И На Дорогих Мужских Пиджаках Никто Не Узнает Никто Никогда Туда Внутрь Не Полезет А Борт Будет Реально Крепче Ну Здесь Смотря Какую Мы Преследуем Цель Потому Что Иногда Люди Хотят Чтобы В дорогих Пиджаках Крайборда Был Не Совсем Капец Какой Ровный Как Под Линейку Сделан Чтобы Было Видно Что Он Собирался Вручную И Ручные Стежки Были И все Такое Все Немножко Чуть Кривенько Как Знаете По Закону Всегда Должна Оставаться Какая Небольшая Капелька Недоделанность Вот Такое И поэтому В японском Императорском Дворце Есть Специальный Какой-то Угол Где Не Сделан Ремонт Короче Императорский Японский Дворец Не Достроен И Никогда Не Будет Достроен Потому Что Это Такая Философия Всегда Должна Быть Какая Такая Ажитация Вроде Так В общем Так Это Ваби Ничего Не Должно Быть Идеальным Все Должно Быть Через Жопу Погнали Клеить Эта Полоска Подолевой Выкроена Но Сам Дублерин У меня Чуть Тянется Вот Здесь Должны Образовываться Такие Штучки Вот Обязательно Они Должны Образовываться Видно Да Вот Эта Фалдочка Так Все Остальные Назад Вот Эта Фалда Должна Обязательно Образовываться Хуба И Вот Так Приставим Прям Самый Край Приставим Да Вышла Из Поворота Считай И Теперь Должна Надсечь Вот Эти Фалды И Видите Чего Они Начинают Творить Видите Я Теперь Просто Друг На Друг Вот Так Вот Наклеиваю И Заклеиваю Всю Вот Эту Штуку Всю Историю В более Тонкой Ткани Надрезов Надо Сделать Чуть Побольше Чтобы Вот Здесь Было Наслоение Поменьше Но На Моем Твиде Через Бортовку Это Заметно Вообще Не Будет Нет То есть Вот Я Приклеиваю Вот Эту Хоп Видите Приклеилась Приклеиваю Вот Эту Далее Отлично Я бы Вот Так Выложила Вот Неровно Так Где Там Вот Так Чтобы Ровно Получилось Вот Видите Вот Так Должна Встать Должна Получиться Ровно Вот Так Перекину Сюда И Заклеить Теперь Вот Этот Уголок Надо Просто Отрезать Все Можно Поаккуратнее Конечно Чтобы Вообще Идеально Все Было Вы Вы Только Посмотрите Какой У меня Получился Борт Смотрите Как Аккуратно Вообще Очень Фешенебельно Получилось Бортовка Бортовка Нигде Не Торчит Все Очень Аккуратненько Смотрится Дальше У нас Будет По плану Притачивание Под бортом Далее Я Сложу Сделаю Все То же Самое На второй Половинке Да Вот Даже Можно Сравнить Сейчас Насколько По разному Выглядят У меня Половина Пиджака Ну скажите же Есть разница Ну-ка Посмотрите Все Разница Налицо Да Эта уже Штучка Выглядит Более Профессионально Более Аккуратно И вот Так С лица Спасение Пиджака Продолжается Не Отключайтесь От Моего Канала А лучше Даже Подписывайтесь И ставьте Колокольчик Я буду Закругляться Потому что Уже Поздно Значит За кадром Я проделаю Все те же Манипуляции На второй Половинке И в следующем Значит Эфире Я уже Приступлю К тому Что Буду Раскраивать Подборд И Раскраю Подборд И подкладку Передней Половинки По-портновски Потому что Я по-другому Не умею Вот Значит Так С вами была Инфантасасалия Подписывайтесь На канал Напишите Как вам Пипка Карла Помните Что у Карла Очень красивая Пипка По моему мнению Также Отпишитесь Кто знает Как шить Босотку Эту кепочку Восьмиклинку И кто Мне может Скинуть ссылку На качественный Пошив Этой Борзянки В общем Все Сегодня Сделала Встречаемся Через Дней Десять Потому что Я уезжаю На свадьбу К родственнице Будем Дальше Спасать Пиджак Все До свидания Дохранит вас Швейный бог Не забудьте Про пипку Карла Все До свидания Не не все Еще Поутюжить Хочу Прям с этой штукой Пофигу Капочки Вот подлянка Грудь у меня Очень узкая Не ну вообще Красота Не ну вообще Шикарно Блин Неужели этот пиджак Будет спасен Я так рада Я так рада Что взялась За эту работу Все А теперь точно До свидания Колокольчик поставили Написали Эту лайк Подписку Комментарии Все И вот это Вот Блин Вообще Круто